Коллеги, настройтесь на радостную волну. Каждая премия – это своего рода всплеск эмоций. Мы надеемся позитивных не разочаровать и ваше внимание, и ваш интерес, и предвкушение тех, кто будет подниматься на эту сцену. Мы надеемся сделать из этого уже добрую традицию, поскольку уже не первый раз будем вручать такие знаменательные и в этом году очень яркие статуэтки. И я приглашаю Алису Игоревну на эту сцену. И пять минут мы предлагаем насладиться видом вот этого великолепия, которое скоро будет обретать своих владельцев. На добрую память и признак общественного признания. И вы видите, сегодня у нас впервые появился, если не золотой, то желтый Павлов. Это интрига сегодняшнего вечера. Один человек уже вздыхает, он понимает, к чему это его будет обязывать. Это будет очень творческий подход. И вот желтый Павлов – это сигнальная функция, как вы понимаете, привлечения внимания к особым талантам, успехам и возможностям. Наряду с бирюзовыми, вот есть бирюзовые организации, как вы знаете, из коучинга и современных социальных таких аспектов. Вот у нас есть очень творческий бирюзовый Павлов с не менее бирюзовой собакой. И мы надеемся, что вот эти яркие фигуры будут продолжением дела Ивана Петровича в плане развития вот этой идеи о знаково-символической функции второй сигнальной системы. И это затронет фибры души не только сегодняшних таких творческих личностей, которых мы будем чествовать, но и селит импульс творческий во всех нас, во всех членов и нашей ассоциации, и всего психотропевтического, психологического и психиатрического сообщества. Потому что дальше вот это многообразие радости будет только расти и призываем вас воплощать вот те идеи, которые завещал нам Иван Петрович, не менее креативная и творческая личность. Вы видели у нас до сих пор в контакте группа с трясущим кулаком Ивана Петровича. Это его призыв, в общем, думай, развивайся и раскачивай свою нейронную сеть, нейрональные связи. Ну, я думаю, что психологически вам уже удалось подготовиться, настроиться на радость, на душевный трепет и на удовольствие от этого процесса, который сейчас будет происходить. Еще не готово. Ну, еще минутку. Как в хорошем театре, надо сделать паузу, настроиться, отдышаться, провести легкую практику майндфулнеса, медитацию состраданием. Тем, кто выйдет на эту сцену и будет чувствовать себя и ответственно, и торжественно, и волнующе одновременно. Это я вот настраиваю тех, кто будет сюда подниматься, на Алаверды приветственную и ответную речь. Прошу, Алиса Игоревна, время начинать нашу замечательную церемонию. Что-что? Микрофон. Микрофон. Я уступлю. Свою гарнитуру. Нет, не надо. Нет? Хорошо. Тогда круглый большой предмет, пожалуйста, в студию. Еще громче. Еще немного. Еще чуть-чуть. Нажать. Рефлексы Павлова отрабатываются. Еще громче. Работает. Дуть хорошо удается. Уважаемые коллеги, приветствуем вас уже вечером на нашей торжественной первой КПТ-премии «Собака Павлова». Приветствуем наших коллег онлайн, кто досидел до конца практически уже. Первого дня. Давайте не будем так драматически обрывать и форум, и все наши четырехдневные мероприятия, между прочим. Практически все номинанты у нас уже в сборе. Кто-то, кого-то я не смогла с параллельной линейки сюда позвать. Ну, я надеюсь, они подтянутся. Мы уже начнем. Я хотела бы представить и в этом году людей, которые болеют за свою профессию, в своем направлении, очень этим интересуются, горят. И мы, собственно, для этого и учредили эту премию, чтобы поощрять таких людей. Скорее, творчески увлечены, потому что болеют и горят. Это сразу бернаут-синдром такой вырисовывается, когда сгорают дотла вот с этой болью. Мне кажется, просто воодушевлены и так раскрыты людям, миру, будущему. Ну, в общем, я согласна. Отлично. Это маленький семейный конфликт. Мы только что были на семинаре Мехмета Сунгура, посмотрели, как решаются. Просто будьте открыты своим конфликтам, не избегайте их. Да, это уже вторая премия наша. Мы надеемся, что она будет расти, увеличиваться, развиваться. И наши подкрепления тоже будут с каждым годом все улучшить и улучшить. Они будут бранзоветь, золотеть, в общем. Сейчас. Еще раз. Это вот такие они были в прошлом году еще. Видите, они меняют свой цвет. Они у нас меняются, видоизменяются. У нас есть традиционные номинации и есть еще специальные, дополнительные, в зависимости от, так сказать, актуального контекста. Первая у нас номинация – это административный проект. И здесь у нас есть два проекта, два номинанта. Один из них представляет Старышкова Дарья Викторовна. Она не смогла приехать, она из Красноярска. Реализует интересную программу в своей частной практике в центре по подготовке детей к школе. Не совсем детей, это комплексная работа с родителями и детьми. И хотелось бы отметить работу КПТ-центра BCBT. Большую работу проделали наш технический директор и руководитель направления Be Healthy, то есть направление «Будь здоров!». И приглашаются сюда на сцену для вручения премии за проделанную работу. Они очень много сделали за последние полгода. Это направление в основном направлено на работу с клиентами, на просвещение и знакомство с когнитивно-поведенческой терапией в таком доступном, не сказать, что легком, но доступном варианте, интересном для клиентов. Прошу на сцену. Какую из них? Бирюзовую. Бирюзовую, все. А какой из них? И какой пакет? Пакет какой? Можно пару слов? Да, это сюрприз. Да, мы понимаем, что внезапно. Да, внезапно сюрприз. Никто не ждал вообще. Но все равно сейчас пользуюсь, так сказать. На самом деле популяризация, она очень полезно развивает такие важные функции, как, например, навык писать кверх ногами, рисовать схемы, в двух словах объяснять многотомные учебники с концепцией когнитивно-поведенческой терапии. Ну, конкретно, что вот я приобрела за счет вот такой популяризации, это да, я очень легко могу написать все, что угодно кверх ногами, нарисовать. Легко вообще. Наверное, что-то у меня там развелось. Там с мозгами же что-то происходит. Вот, спасибо. Вручаем. Спасибо. Вручаем статуэтку. И памятные наши традиционные грамоты. Сейчас я покажу. Это традиция. Каждый год мы такие делаем. В этом году мы предложили КПТ-чай. Не подумайте плохого. Это не растение силы, это действительно чай. И mindfulness-чай для расслабления. Это уже вместе с практиками, с чайной церемонией. Коллеги, как вы могли заметить, уже в ваших сумках были приглашения на следующий съезд, немножко юбилейный, пятый, где выступит основатель, со своим семинаром основатель третьей волны КПТ, это compassion focus therapy. Терапия, сфокусированная на сострадании, Пол Гилберт. И сертификаты на участие в данном мероприятии мы дарим всем участникам, всем номинантам премии «Собака Павлова». Хотелось бы дополнить. Пятый международный съезд, это во-первых. А во-вторых, что самое главное, в следующем году нашей ассоциации исполняется 20 лет. Это уже взрослый мальчик, так сказать, состоявшийся. Или девочка. Я не знаю, ассоциация все-таки женское имя. Поэтому давайте действительно гендерное неравенство будем устранять. Ассоциация как родина мать, как женщина. Поэтому вот надо было вспомнить о 20-летии в первую очередь. О 5-летии это еще такой незрелый ребенок, инфантильный, еще малыш. Поэтому нам гораздо больше, чем кажется. И серьезная работа проделана, которой, я считаю, стоит гордиться. И не скрывать возраста, и не скрывать наших тернистых путей на пути к такому замечательному событию, которое происходит сейчас, сегодня и завтра, и послезавтра, и послезавтра еще. Но и будет происходить, мы надеемся, и в будущем. И вот 2019 год, такая эпохальная для нас дата, 20 лет. И мы будем рады приветствовать одного из лидеров третьей волны, Пола Гилберта. Многие из вас его хорошо знают. И по книгам, и по видео, и по самому виду терапии, направленному на сострадание. Также мы предлагаем и вам участвовать активно в формировании повестки нашего съезда международного и проектах. Еще раз приглашаем вас к разному роду сотрудничеству, высказывать идеи. Мы готовы всегда их поддержать, развивать. Потому что обычные люди, прошу прощения за то, что раскачиваются к концу съезда. Я бы сейчас выступил бы, еще бы рассказал бы. И спел. Давайте сразу уже формировать эту линейку, повестку дня и желание своей как-то вербализовывать, присылать нам на почту, что поможет нам сделать следующую встречу еще более радостной, насыщенной и творческой. Следующая номинация – это научный проект. Мы не можем обойти ее стороной. Приглашается Катенко Руслан Олегович со своим исследованием. Я думаю, что вы сами лучше расскажете про свое исследование. Чему оно посвящено? Ну, исследование, в общем, было во многом направлено на проверку аппаратного метода диагностики и исследование имплицитных установок. Ну, то есть тех самых установок, которые в КПТ путем долгой терапии и работы с клиентом выявляются. Возможность аппаратным методом их выявлять. Как сейчас принята четвертая волна, да? Ну, это четвертая волна. Оборудование, которое все плотнее входит в нашу жизнь с помощью гаджетов. Да, и сегодня, когда вы вспоминали про клинику неврозов, поскольку именно на базе клиники неврозов происходило свое исследование, часть, я воспользовавшись тем, что там был некоторый сумбур, часть испытуемых, я проводил исследование именно в том самом кабинете Павлова. Очень знаменательно. Да, тот, куда вы с таким трудом попадали. У вас преимущество, вы исследователи, видите, мы были терапевты тогда, начинающие. Я просто очень благодарен за этот КПТ «Оскар». О, какое громкое название. Будем использовать в следующей церемонии. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем. Следующая номинация, также очень актуальная сегодня, это международный проект «Международное сотрудничество». Для нас очень важно. Мы стараемся поддерживать наших специалистов и позиционировать их на международной арене, как партнеров, равных, и что у нас, в общем, активно получается. Мы стараемся. И в этом нам помогает Константин Рыжков и Хабаровское отделение. В этом году это был проект с Китаем. Может быть, Константин немножко расскажет про него. Спасибо, с удовольствием. Вдохновленная ассоциацией, ее порывами, импульсами, когнициями, мы прорывались через все границы, мыслимые, немыслимые, старые, древние, и достигли Китая. Стены великие китайские. Великие стены нам не помогли. Все-таки Китай очень заинтересован в сотрудничестве с Ассоциацией когнитивно-праведической терапии. С нетерпением ждет наших дальнейших проектов и будет в них участвовать. И мы можем даже уже похвалить самих себя, что это не один китайский город и не один университет, а два. У нас тоже есть международный прогресс, наши территории расширяются. Харбин и Долянь. Города 10-миллионники. Вот с таким скромным количеством жителей. Да, всего, по-моему, 140 тысяч психологов. 140 тысяч психологов. Это небольшое число. Для начала, так сказать, в Китае вот такие потенциальные варианты развития когнитивно-праведической терапии. 140 тысяч замечательных специалистов, исследователей и творческих личностей. Будем сотрудничать с большим удовольствием. Будем проводить им мотивационное консультирование. Дальше вовлекать. Работу с когнициями. И надеемся, что все вместе когда-нибудь проведем, ну, возможно, шестой съезд. Российско-китайский и шелковый путь. И будем дружить домами сумасшедшими, в том числе и китайскими. Спасибо. Будем развиваться. Спасибо большое. Вот торжественно вручаем вам. К слову сказать, вот этот mindfulness чай на самом деле в данном случае имеет тройной эффект. Ну, во-первых, чай, вы знаете, китайцы, в общем, это потом цейлонский нам уже привозили в советское время. А все оттуда британцы научили индусов сажать чай, который, в общем, у китайцев заимствовали. А Константин большой ценитель, знаток и любитель китайских чаев. И я до сих пор, уже сколько прошло времени, под впечатлением чайной церемонии, которая была настоящим mindfulness'ом. Ну, единственное, что прерывалось в связи с большим количеством выпитого чая на некоторые отвлечения регулярные. Но была просто полетом радости, таких интересных ярких чувств и прекрасного расслабления. Поэтому всем рекомендую китайскую чайную церемонию. Японская тоже хороша, но вот у китайцев особый дух. И прекрасный набор для этого возможностей. Вот Константин, рекомендую в кулуарах переговорить, знает такое про чьи. И так вдохновляет этими рассказами. Что я думаю, что отдельной изюминкой нашей юбилейной конференции будет какой-то чайный праздник, чайный mindfulness. Mindfulness lunch. Чайный домик будет передастной. Чайный домик АКПП такой. Хотя бы беседка. Беседка, да. Беседка Павлова. Спасибо большое. Следующая номинация – социальный проект. Мы все психологи этим грешим. Мы делаем много социальных проектов, много просветительских. И все это мы делаем только ради того, чтобы люди узнали, что такое КПТ. Всеми силами. И на сцену приглашается группа из разных специалистов. В полосатых купальниках. Там есть филологи и психологи. Студенты. Все вместе приглашаются. На свой креативный вручение премии за креативный свой проект. Одно название – чистые когниции. Просто поражает. Я передаю микрофон Антону Вотрину, автору и вдохновителю этого проекта. Прошу немного рассказать. Да, спасибо. Даже не верится, что мы стали победителями этой премии. Вот я помню, год назад была первая премия «Собака Павлова». Я сидел дома на диване, смотрел все эти фотографии, как там люди побеждают. И у меня возникло очень такое болезненное чувство зависти. Я думаю, ну как же так? Вот я дома, там люди побеждают, премия. Ну а как же я? А потом думаю, ну я-то понятно, что вот они, а я-то да. Не, ну я-то там, а они, почему не я? Ну и в общем, собственно, вот эта как бы черная зависть… Замутила когниции на время. Она дала мне толчок, как говорится, что нас убивает, делает нас сильнее. В итоге я впал в прокрастинацию и депрессию после этого. Но вопреки всему этому, в общем-то, этот проект реализовался. И уже очень много чего сделано. Мы работаем, скажем так, в сфере научно-популярно-образовательных мероприятий. Делать это непросто. Порой это похоже на борьбу с ветряными мельницами, потому что мы живем в эпоху информационного перегруза, тотальной медицинской, психологической неграмотности. Ну мне кажется, здесь наша деятельность пересекается и с деятельностью ассоциации, которая уже много лет является таким лучиком света в образовательной лженаучной среде. То есть приглашает самых интересных и потрясающих профессионалов к нам в Россию, проводит кучу интересных мероприятий, переводит книги, делает какие-то встречи. Я думаю, что это очень здорово. Я надеюсь, что вот эта премия «Собака Павлова» станет для нас позитивным подкреплением, так сказать, для нашей будущей работы. Единственное, что сейчас у нас проблема, как мы будем ее делить. Но я думаю, что, наверное, каждый по три месяца будет держать дома. Вдохновляться, смотреть, мизитировать. Да, но кто выгуливать будет, не знаю. То есть, видимо, придется ее возить в рюкзаки периодически, и в периодах в парке ее там как-то, чтобы она ходила в туалет. Ну, в общем, я поздравляю всех своих коллег благодаря вот этим ребятам. Собственно, благодаря вот этим ребятам у нас все получилось. Спасибо. Поздравляем. Позвольте фигурку все-таки вручить. Не будем зажимать. Мы надеемся, что вот эта светлая фигура, светлый лик Ивана Петровича, который со всех наших материалов, видите, смотрит на нас с надеждой и вдохновением, также будет импульсом к развитию и ваших чистых когниций, помыслов и замечательной деятельности, которая не борьба с ветряными мельницами, а вдохновение. Просто это зерна, которые приходится поливать вот такими усилиями, но они обязательно дадут сходы. И спасибо вам за благородную миссию. Мы к вам присоединяемся и будем сотрудничать, налаживать связи между когнициями. Спасибо. Спасибо. Следующий социальный проект. К сожалению, я не вижу Антона Фоменко из Самары. Он здесь, но не дошел, видимо. Антон! Где у нас стены слышащие? Он, наверное, у Мехмета. Что он? У Мехмета на семинаре. Да, вот там у нас есть ряд людей, которые вдохновляются. Наш руководитель в Поволжском отделении, Максим Александрович Зрютин, к сожалению, приболел, и завтра его доклада не будет. Но хотелось бы рассказать про этот социальный проект. Просветительский проект «Линия времени», который они сделали, это история развития когнитивно-поведенческой терапии в России. Он пока в таком небольшом объеме представлен. Мы приютили его под домене нашего сайта, сайта ассоциации. Но это самостоятельный проект, и будет самостоятельно развиваться, самостоятельным сайтом. Там описаны основные вехи, вклад российских ученых, книги, приказы правительства, где хоть как-то поддерживалась, развивалась когнитивно-поведенческая терапия. Это было непросто. О, Антон! Антон! Прошу на сцену. Все-таки доходит звук даже в такие далекие уголки Хилтона-экспо-форума. Мы как раз о вас говорили и о вашем совместном творчестве. Можно пару слов? Да. Пару слов. Как вы думаете, о чем? Как это было? Потому что я знаю, как это было. Это было непросто отыскать информацию. Мы просили помощи добровольцев, да? И это все было не так просто, отыскать информацию о когнитивно-поведенческой терапии в России до, наверное, 1999 года или 1995. А вот, Семен Семенович! Вот оно что! Конечно! Конечно! А вы думаете? За Максима и Лисунка. За всех. И за того парня. Неожиданно, конечно. Надеюсь, приятно и неожиданно. Да, это приятная неожиданность. Антон, Антон. Я хочу поблагодарить, что наши старания замечены и оценены. Это одновременный аванс, потому что мы надеемся, что это будет расти, развиваться. Да, я как раз об этом и хотел сказать, что это очень мотивирует на дальнейшее. Очень хитрый ход, так сказать. Ну, когнитивно-поведенческий. Да, манипулятивный такой. Директивная терапия все-таки. Ну, это работает. Работает, да. Вот, видите, не только Бэк, говорит, работает. И Антон нам помогает понять, что это действительно срабатывает. Но мы надеемся, что и Максим присоединится к нашей радости. Вы ему позвоните, напишите. А я думаю, он смотрит. Да, Максим. Максим, вот это тоже поедет в Самару. И такой Лаверды. Вот ваш взгляд в будущее. Линия времени, которая будет продолжаться в следующие генерации когнитивно-поведенческих терапевтов, в следующие поколения. Вот как вы думаете, как Бэка периодически спрашивает, какое будущее у когнитивно-поведенческой терапии? Ну, счастливая, безусловно. Ну, я фамилии сейчас не хочу назвать. Нет, нет, мы же уже озвучили. Мы вот назвали две фамилии. Ну, мы имеем в виду не только персонально, а вообще вот ваше вдохновение. Куда вас манит? Куда меня манит в плане... Ну, что вот дальше, мне кажется, следующие какие-то этапы? Волны какие там, или что? Ну, слушай, четвертая, пятая. Ну, нет, вообще, вот что было бы интересно вам в развитии этого подхода, вообще в развитии психотерапии, не только в России, может быть, в мировом масштабе? Куда будет эта линия времени, как некий вектор, показывать, вести нас? Сложные вопросы такие задаются. Это не экзамен, это не супервизия, это просто предложение вам дальше мотивироваться и помогать нам все вместе смотреть на эту замечательную линию с такими прекрасными корнями и истоками, с таким замечательным настоящим, ну и формировать активно будущее. Я все-таки думаю, что когда-нибудь психотерапия, она станет даже главнее медицины. То есть медицина будет отраслью психотерапии, такой частью, обрикладной. Да, да, прикладной, то есть то, что не удалось психотерапии, ну... То, что дух так отказался доделывать, ну, там приходится иногда стоматологу зайти, там. А то сейчас, обычно, как к врачу, там, ну, сходите к психологу, там, вот, как вот, ко мне направляют, например, да, к кардиологу. Приходит человек, там, да, ну, вот это, да. Между грязевыми ваннами и лечебной физкультурой. Да, и кабинет у меня в подвале клиники находится, то есть это... А это будет, да, расти. Клиника будет отрываться, а психотерапия будет развиваться. Отлично. Вот мы и нарисовали некую линию будущего. Вот вам тогда символическое подкрепление вашего замечательного дела. Ну, и будем надеяться, что мы все вместе будем в этом тоже активно участвовать в развитии, в движении, в это светлое будущее. Спасибо большое. А это вот еще mindfulness чай, вы не услышали, но у нас тут есть особое растение внутри. Спасибо. Уважаемые коллеги, это проект незаконченный. Я предлагаю интригу. Нет? Ну, хорошо. Этот проект еще незаконченный, он открытый, он развивается. Если у вас есть свой взгляд на развитие когнитинополенической терапии в России, присылайте свои комментарии, пожелания, какие-то факты, может быть, которые упущены, наверняка что-то мы могли недосмотреть в этой линии. Там есть указан адрес, телефон, обращайтесь. Мы все готовы. Может быть, кто-то позовет Мехмета Сунгура, если можно? Кто его потерял? Я понимаю, там аллергия. Может быть, кого-то попросим? Фотосессия. Главное, не дайте ему убежать. Нам нужно обязательно ему вручить памятный такой знак. В прошлом году Артур Фриман увез его в Нью-Йорк. Мы же ждем, что и в Инкаре тоже продолжится традиция. Но у нас еще есть специальная номинация в этом году. Этот год непростой. Особая изюминка, вы видите, как она выглядит. Это год желтой собаки. Собаки. Мы объявляли в связи с этим конкурс. Конкурс. Какой конкурс мы объявляли? К Новому году. На лучшее стихотворение о собаке Павлова. Это наш неформальный... Ну что там, что желтый год желтой собаки, желтого Павлова. Это неформальный такой наш символ ассоциации. Собака Павлова. Потому что кому больше всех досталось? Кто тоже внес посильную лепту, посильный вклад в развитие науки? Да. И было очень много, между прочим, творческих людей, которые прислали продукты своего творчества. Творческий акт такой совершили. И мы, честно говоря, наслаждались сразу многими такими посланиями. Посланиями, долгими зимними вечерами. Мы их перечитывали. И пришли к выводу, что одного человека мы просто не можем отпустить без такого символического позитивного подкрепления особым видом собаки Павлова. Поэтому просим Сергея Зебрина подняться на эту сцену. Поприветствуем, товарищи. И просим сказать не просто пару слов о своем проекте. Сказать, что же нас так вдохновило. Итак, наш коллега из Красноярска. С замечательными способами работы с фобиями у него припасен целый старый самолет, куда он периодически запихивает аэрофобиков. И что-то там с ними делает. Стихи читает, супругу подсказывает. Чаще всего, конечно, после нескольких сессий клиенты сами начинают. Простить выпустить их? Нет. Либо рисует какие-то прекрасные картины, либо начинают стихи писать. И это здорово. Это прелесть КПТ. Мы вручим обязательно. Я просто, да. Давайте вот уже можно читать прямо вот в руках. От красоты такой неземной. От КПТ-премии почти золотого цвета. Вот еще. И мы послушаем. Видите, вдохновленный таким прекрасным призом Сергей сейчас прочтет свое творчество. Да, да, да. Ну так будет более официально. Спрятаться можно, да? Легкие избегания и защиты мы понимаем. Да, да, да. И получилось такое на полторы минуты стихотворение. Микс английских и русских четверостейшей. Попробуй, да? Спасибо. Можно начинать? Спасибо. Halo dog. You're brave and strong. Halo dog. Show me a world. Хвостом виляя, играя, любые страхи удаляя. Собака по земле идет. Что нового АКП понесет? Halo dog. You're brave and strong. Halo dog. Show me a world. Всеми рецепторами чувств, что чувствуешь? Восторг? Прилив эмоций? Возбуждение? Что в Новый год несешь? Halo dog. You're brave and strong. Halo dog. Show me a world. Ты видишь запах мысли человека. Ты рядом с ним живешь. И в верности ты совершенство. Но временами ждешь. Halo dog. You're brave and strong. Halo dog. Show me a world. С тем образом мышления присущим только им. Ты ждешь. И это актуально. Давай, поможем им. I know you live with all bright colors without depression, mental illness. Please show us world without bad thoughts, without wet eyes and cruel words. Present your spirit. Your love and heart. We aren't lost. We'll just try to live. Our great lives again. Halo dog. You're brave and strong. Halo dog. Show me a world. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Ждем следующих ваших замечательных стихов. Буквально пару слов. Я очень рад, что год назад я решил создать свою компанию, фирму. И сегодня день рождения, как раз 26 апреля. Ну, как символично. Такая премия, да. Это супер. Спасибо. Мы видим, что Мехмед тоже подошел, поэтому давайте от всей души. И также специальная премия за вклад в развитие когнитивно-поведенческой терапии в России вручается нашему гостю, хедлайнеру нашего форума, Мехмеду Сангуру. Ну, тут нужно подчеркнуть, что в первую очередь, конечно, за вклад в развитие когнитивно-поведенческой терапии в Турции, за вклад в развитие когнитивно-поведенческой терапии во всем мире. Потому что Мехмед руководитель International Association, международный. И вот это очень важный для нас знак, приезд Мехмеда Сангура, дружбы между нашими народами, дружбы профессионалов всего мира. И мы очень благодарны Мехмеду за то, что он приехал к нам, за то, что он показывает пример того, что мы не одни, мы все вместе. Это большая семья CBT. CBT Family. Спасибо большое. Это Павлов и Док. Вау. Я просто говорю несколько слов. Да, конечно. Я был впечатлен по тем, кто был в работе, кто был в этом работе, кто был в этом видео. Это была большая интеракция. Я только что провел группу, и это была прекрасная группа, с которой было очень приятно взаимодействовать. Как вы видите, группа задержалась, мы дольше прозанимались, чем надеялись. И было прекрасное взаимодействие с группой. Я надеюсь, что группе понравилось. И я буду счастлив продолжать в будущем. У нас столько есть записей, которые мы можем вместе смотреть, видеозаписи. Мы смогли посмотреть небольшой фрагмент. Но я легко могу понять, что присутствовавшие в группе люди действительно разбираются в этой области. И у меня была возможность и у них поучиться тоже. Многие идеи у нас возникли. Хоть и был языковой барьер. И я хотел бы поблагодарить вас за работу. Я, наверное, очень устала. Мы только что встретили доктора Добсона, и Мехмонеттому сказала, что я надеюсь, что у меня хватит сил на завтра, потому что я очень устала. Так что мне предстоит хорошо выспаться. И хочу поблагодарить хозяев. Вы были очень хорошими хозяевами. Во-первых, вы не только принимали меня здесь на мероприятии, вы для меня хорошие друзья. Я очень рад вашему гостеприимству. Мне кажется, это большой успех. Ваш большой успех в том, что количество людей, которые заинтересованы в когнитивно-поведенческой терапии, продолжает расти. Как я уже сказал сегодня утром, когнитивно-поведенческая терапия теряет свою специфичность. Она продолжает расти, как плодоносящее дерево. Когда вы говорите КПТ, очень сложно понять, к чему именно вы обращаетесь в этот момент. В прошлом, когда мы говорили КПТ, мы поднимали под этим одно и то же. Теперь, когда мы говорим КПТ, у людей разное восприятие. И как я уже говорил утром, для того, чтобы наука могла развиваться, нам нужно принимать все те перемены, которые происходят в этой области. И вместо того, чтобы давить, вместо того, чтобы разделять, лучше объединяться и работать вместе над тем, чтобы снижать боль страдающих живых людей, избавлять их от большого спектра проблем. И, как вы знаете, сегодняшняя когнитивно-поведенческая терапия предназначена не только для того, чтобы убирать боль, но для того, чтобы улучшать благосостояние людей. Ее используют в разных направлениях, таких как спортивная, психология, международные переговоры, разрешение конфликтов. И, может быть, в будущем, я надеюсь, что в политической психологии это тоже пригодится. Я надеюсь, что наука получит то, что она заслужила за эти годы. И я желаю вам всего наилучшего в дальнейшем развитии, в следующих конгрессах. И еще раз спасибо большое, что пригласили меня сюда. Это была большая честь и большое удовольствие. Спасибо. Уважаемые коллеги, радость стоит вносить в каждый день. Поэтому завтра у нас еще будет порция радости. Видите, еще есть у нас куда двигаться. Мы хотим представить вам нашего дорогого гостя, Кейта Добсона, который только что прилетел из Канады. Мы понимаем, что это был тяжелый и трудный перелет. Но если можно, Кейт, просто поприветствовать вас. Сейчас переводчик. Кейт Добсон, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии в Канаде. И одновременно эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии, депрессии и других расстройств. Вы прекрасно знаете, что у нас есть такой приятный сюрприз, семинар, который состоится в субботу и воскресенье. И завтра мы с радостью будем слушать, как кейнот-спикера Кита Добсона. И, если можно, несколько слов. Микрофон, пожалуйста, сюда. Большое удовольствие быть здесь. Я приехал примерно час назад. Это мой второй приезд в Санкт-Петербург. Я жду с нетерпением возможности познакомиться с вами. Чтобы рассказать вам о КПТ. Особенно жду двухдневного семинара по КПТ-депрессии. Но, конечно же, завтра поговорим немного о некоторых развитиях, которые происходят сейчас. Немножко поговорим о развитии области КПТ, о том, как она развивается, растет. Мехмед предложил метафору фруктового дерева. На недавней конференции я использовал метафору дома, и люди приходят и поселяются в разных комнатах этого дома. Но дом стал таким большим, что нам приходится достраивать его. И теперь некоторые люди даже в заднем дворе живут. Так что поле действительно растет, и удивительно наблюдать это развитие. Больше не буду вас задерживать, но спасибо вам большое за приглашение. Я жду с нетерпением возможности вас снова встретить. Спасибо большое, Кит. Не только знаниями, не только практикой, но и развитием качества вашей жизни, где есть место и творческому потенциалу, и в социальных аспектах, и в аспектах непосредственного творчества, и в аспектах роста во всех смыслах этого слова. Спасибо вам большое за активное участие. И продолжим завтра. Сегодня у нас гал-ужин. Поэтому мы не прощаемся со всем. Мы говорим до свидания. Завтрашнее утро будет очень вдохновляющим, где мы уже в нетерпении целый год практически в ожидании доклада дорогого Кита Добсона и его семинара. Спасибо. 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 Спасибо.